Здравствуйте, это обзор от Бильд. Новые пакеты санкций вводятся Евросоюзом, Британией и Соединенными Штатами против России. Хотелось бы сказать против российского руководства или режима Путина, но нет, от этих санкций страдают все жители России. О том, насколько новые санкции могут быть эффективны, мы поговорим с предпринимателем, владельцем гедонизм Уайнс Евгением Чичваркиным. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Так много говорилось пару месяцев назад о том, что против России вводится что-то небывалое, что хочется понять. Насколько действительно серьезный урон нанесен экономике России? Это очень здорово, что мы сейчас говорим как раз с Германией, потому что самое основное и самое чудовищное, что происходит, это санкции против тех по разным оценкам от миллиона до трех людей, которые уехали из несвободной России, чтобы строить карьеру и не жить в опасном и несвободном обществе. И они не могут открыть счета, они не могут получить разрешение на работу, они не могут получить визы, потому что всех накрыло одной волной. И никак, кроме как русофобии, назвать это сложно. В Великобритании хотя бы чуть по-другому, и это не так заметно. В Европе это заметно очень. Но самая основная, самая мерзкая, двуличная политическая акция, это то, что Европа продолжает платить за нефть и газ напрямую Путину в карман. Газпромбанк работает, газ поставляется и через Украину. И по Северному потоку один, и за газ и нефть нет эмбарго, и нет отключения свифта, и все, что говорили, все чушь. Абсолютная собачья чушь. В угоду левым избирателям отбирали яхты и корабли у некоторых людей, которые деньги, вопреки Путину, они благодаря ему заработали. Как то, например, Олег Тиньков, который никакого отношения к Путину не имел. И его феноменальные корабли, и он попал под раздачу и там, и тут. И это абсолютно чудовищная политика двойных стандартов, которая может сыграть очень плохую службу, потому что соответствует тому, что говорит Путин. А Путин говорит, что вокруг нас одни враги, объединяясь вокруг своего лидера, то есть меня. И вас никто не любит. И вы люди второго сорта только потому, что вы русские. И то, что Европа таким образом себя повела в отношении всего русского бизнеса и всех русских паспортов, это глупость просто планетарного масштаба. Евгений, не ожидал от вас услышать такую речь в защиту россиян, потому что вы ведь всегда были сторонником того, что нужны самые жесткие санкции против России. А свифт против банков и нефтяной и газовый эмбарго, а не человека, который продал розничную сеть и пытается в Европе открыть счет и пытается получить разрешение на работу или пытается получить визу, потому что он уехал из-за того, что ему там дышать невозможно. Евгений, ну... 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 Но те, которые сейчас выезжают, 80% — это люди, которые просто выбирают свободную страну вместо страны, которая скатывается из автократии в тоталитаризм. Евгений, скажите, а как чувствует себя российская элита, осевшая в Лондоне? Та, которая зарабатывала во многом благодаря тому, что была близка к режиму или обслуживала режим? — Те, у которых бизнесы были в России, в основном у кого-то и остались бизнесы в России. А здесь есть проблемы, и люди сидят с юристами. Те, которые уехали давно, плюс-минус ничего. Те, которые уехали давно и поменяли паспорт, вообще нормально. — На ваш взгляд, насколько к тем, кто продолжает бизнес в России, насколько к ним изменилось отношение со стороны Британии? — Ну, невозможно перевести деньги, невозможно открыть счета, закрываются счета, ограничиваются и так далее. — Вы говорили об аресте яхт, вилл и так далее. Насколько, на ваш взгляд, это вообще правильный способ борьбы, даже и с приближенными к Путину людьми? Чем это отличается от экспроприации социалистами, например, чего-нибудь? — У меня точно такой же вопрос. Как отбор яхты Фридмана или Абрамовича или, не знаю, там, Тинькова способствует спасению людей 60 дней, обороняющихся в Мариупольском подвале? — Введение и военная помощь, и наступательное вооружение Украине, да, оно поможет. А прекращение финансирования режима, прямое прекращение финансирования режима, да, оно поможет. А это просто социал-популизм в угоду неуверенных в себе и в будущем избирателей, просто паразитирующих на зависти людей из среднего и низшего среднего класса. — Евгений, вы наверняка следили за историей Олега Тинькова, в общем, вы уже упоминали его. Ничего не напомнило? — Очень напомнило меня, и я считаю, что чудовищно несправедливо поступила его родная страна по отношению к нему. Это абсолютно мерзотное разграбление, и абсолютно несправедливо поступила Великобритания к человеку, который создал деньги вопреки, а не благодаря режимам. Он создал четыре бизнеса, скажем, его, наверное, ошибка была в том, что он верил в Россию, как когда-то верил я, там, Полонский или Максим Нагадков. Вот. Но то, что произошло с ним, это просто абсолютное преступление, грабеж и мародерство средь бела дня. — Но вы видели, Евгений, наверное, как припоминали Олегу Тинькову его слова, что России нужен царь, что Путин прекрасный царь в этом смысле. Где здесь граница, за которой надо как-то человеку такое припоминать и наоборот? — За это его надо отхлестать по щекам, а грабить нельзя. За это его можно плюнуть в лицо за такие слова, а отбирать собственность нельзя за такое. — Преступление — это отдать приказ, кинуть бомбу на Мариупольский театр. Преступление — это по кривой схеме сделать какой-нибудь крымский мост, отмыв деньги и заработав на этом. Вот это и есть деньги, заработанные благодаря Путину. А он сделал деньги благодаря феноменальной банковской хай-течной схеме. И то, что он ляпнул, это по глупости, это не причина разграбления и уничтожения одного из самых современных российских банков. — Евгений, та стоимость, которую получил Олег Тиньков за свой пакет акций, он называет это, конечно, копейками. На самом деле, на ваш взгляд, насколько этот актив действительно сегодня что-то стоит, учитывая, что происходит с российской экономикой? — Не могу сказать. Не в материале мои слова могут как-то повлиять на сделку, я бы не хотел. — Тогда последний вопрос. — Понятно, что каких-то радужных перспектив там нет. — Но те, кто покупают сейчас, они отдают Олегу Тинькову хоть что-то, таким образом, ну, даст спасать какие-то деньги? Или они получают какой-то продукт и получают его по выгодной для себя цене? — Этого никто не знает. Мы же никто не знаем, насколько отморозится Путин. Если он использует оружие массового поражения, то все эти активы, включая актив Патанина, будет стоить ровно ноль. — Спасибо большое. Евгений, скажите еще о антивоенном комитете, в который вы вошли или даже учредили в самом начале войны. Насколько вам кажется, он играет заметную роль сейчас? И если да, то что можно назвать его достижениями? — Хотелось бы, чтобы играл заметнее наша сверхзадача как раз, чтобы вся Европа и весь мир идентифицировал нормальных русских, уехавших от режима, не связанных никак с государством и с ним, и чтобы у нас была возможность открывать счета, получать визы и разрешение на работу. Это наша сверхзадача. И 20 числа в Вильнюсе у нас будет съезд, и мы постараемся Европу убедить, доверить нам идентификацию и верификацию уехавших от тоталитаризма людей. — Спасибо большое. Это был Евгений Чеваркин. До свидания. — Спасибо. Всего доброго. — Британский таблоид Сан, который, конечно, часто ошибается, написал о том, что Владимиру Путину якобы предстоит операция уже не военного, но медицинского характера. Человеком, который на время наркоза будет замещать Владимира Путина, Сан назвал Патрушева. Насколько это может соответствовать реальной иерархии, мы поговорим с политологом и общественным деятелем Валерием Соловьем. Здравствуйте, Валерий Дмитриевич. — Здравствуйте. — Действительно ли сейчас Патрушев первый после Путина или человек номер два? — Не только сейчас. Это уже давно. Это, по крайней мере, несколько лет. Николай Платоныч не просто очень близкий к Путину человек, не просто его конфидент. У них дружба очень тесная, спаянная. Не буду говорить, чем можно догадаться. И он самый влиятельный человек в Российской Федерации после Путина. Среди силовиков, давайте уточним. — А почему мы не видим сейчас Патрушева среди главных ястребов, среди главных призывающих к войне, к разгрому и так далее? — Ну, в этом качестве выступают те люди, которых не жалко. А Николай Платоныч разрабатывает планы, схемы. Эти планы он приносит на одобрение президенту. Президент их одобряет. Он играет, несомненно, более важную роль, чем крикуны, чем фронтмены-крикуны. — Но при этом произошло такое возвращение Дмитрия Медведева в политику. Такое ощущение, что война с Украиной для него как будто бы новое время. Что такое? Почему тот самый Дмитрий Медведев, который «свобода лучше, чем не свобода» и прочее-прочее, вдруг стал таким ястребом? — Дмитрий Анатольевич прекрасно знает, что Владимиру Владимировичу в скором времени придется отойти от дел. Что первая скрипка окажется у силовиков в Госсовете. Он хочет показаться для этих силовиков приемлемым. Для того, чтобы показаться приемлемым, надо соответствовать ястребиной риторике. Чем он с охотой занимается? С охотой, со вкусом. Но доверие эта риторика не вызывает. Когда он говорил либеральные вещи, как-то он вызывал больше доверия. Сейчас он откровенно смешен и жалок. Ну, жалким он был, наверное, всегда, а сейчас еще и откровенно смешен. Все поэтому и происходит, что Медведев знает, кто усилится. Усиливается и будет усиливаться дальше. — То есть он пытается мимикрировать под силовиков? — Да. И не просто мимикрировать. Он очень надеется войти в ту же самую реку. То есть стать претендентом на замечание действующего президента Российской Федерации. — Ну, раз уж мы начали с газеты «САН», а они написали про предстоящую операцию, известно ли вам что-то про это? Совпадают ли ваши источники? — Да, они абсолютно совпадают. «САН» в данном случае опирается, скорее всего, не только на те источники, которые имеют корни в России, но и на те источники, которые находятся в распоряжении британской разведки. У них первоклассные источники, я бы сказал, в самом гнезде, что называется. — Да, Владимиру Владимировичу планировалась операция. Я не знаю точно, какого характера, но это не очень сложная операция, насколько мне известно. Она планировалась на вторую половину, на конец апреля, но ее решили отложить на после 9-10 мая. И действительно была беседа Путина и Патрушева, где Путин сказал, что он всецело доверяет Патрушеву, что никаких претензий к нему нет в связи с специальной военной операцией. Доверяет настолько, что на время, так сказать, то, как он будет находиться без сознания, Патрушеву будут замещать. Ну, это очень похоже на историю, помните, с Ельциным и с Черномырдем. И первое, что сделал Ельцин, когда пришел в сознание после операции, после шунтирования, потребовал указ, которым вернул себе бумагу и перо, и вернул себе президентский полномочий. Я думаю, Владимир Владимирович поступит аналогичным образом. Как говорится, доверяй, но проверяй. Ситуация другая, хотя бы потому, что тогда вся страна знала об этой операции, и вся страна знала, что Черномырдин замещает. Сейчас тоже будет объявлено? Естественно, объявлено не будет. Состояние здоровья Путина – это один из строго охраняемых госсекретов. Но дело в том, что слишком много людей уже в курсе состояния здоровья, слишком много утечек. Утечки эти, они подтверждаются. Ну, я хотя бы напомню исследование, расследование, прошу прощения, ваших коллег из проекта. Оно абсолютно точно, оно просто хронологически было закончено как раз 2019 годом. А самые интересные вещи в медицинском смысле начались как раз с конца 2019, и особенно с начала 2020 года. Все это имеет подтверждение, имеются утечки. Скрыть некоторые вещи все менее возможно, даже почти уже невозможно. И тем более САН и Дейли Мэл, играют они очень важную роль, они эту тему легитимируют в общественном мнении Запада. Более того, я вас могу уверить, я знаю это, что информация, аналогичная по содержанию, появится в ряде СМИ, которые на Западе считают респектабельными. Валерий Дмитриевич, еще одна тема прошедшей недели, которая очень обсуждалась на Западе, да и в российских телеграм-каналах и в независимых медиа, которые чаще работают из-за границы. Это высказывание Лаврова и после этого извинение Владимира Путина перед Израилем за Лаврова. Что это было? Вы знаете, в этом не было никакой хитро задуманной игры. Это не было сделано по просьбе Путина, потому что на другой день он с недоумением спрашивал Лаврова, зачем ты это сказал. Ну, у них было не селекторное, а видеосовещание, видеоконференция в рамках узкого состава САУБЕЗа. Почему Лаврова это сделал? Представьте себе человека, который находит в состоянии колоссального стресса, особенно усилившегося после 24 февраля, и стресс этот снимает, ну, в общем, хорошо известным в России способом. Здесь можно что угодно сказать. Так что я, допустим, нисколько не подозреваю Лаврова в том, что он крипто-антисемит, насколько я знаю, в отношении к евреям, в общем, положительное. И российское руководство нельзя назвать, может быть, и юдафильским, но то, что Путин настроен произраильски, это безусловный факт. И у Израиля, и у России особое отношение. Путин им дорожит. Вы понимаете, что сейчас очень важно иметь особое отношение не только с движением Хамас, с ДНР, ЛНР, Южной Осетии, Абхазии, Эфиопии. Ну и вот хотя бы... А Приднестровье давайте не забудем еще. Приднестровье, да. Гораздо важнее иметь особое отношение и хоть какое-то доверие с такой страной, как Израиль. Поэтому Путин и сделал такой примирительный жест. Путин как раз очень высоко ценит Израиль. Но при этом я могу вас не спросить, опять же вы... Для этого есть основания, извините, основания, связанные с предыдущим вопросом, которые вы мне задавали, связанные с состоянием здоровья. У Путина есть самые веские основания высоко ценит Израиль. Но возвращаясь опять же к тому, что вы ведь когда-то преподавали в МГИМО. Да. Я хочу понять логику действий МИДа в этой ситуации. Если действительно министр сказал что-то даже не так, они ведь на следующий день продолжали свою, так сказать, словесную атаку на Израиль. Вы знаете, МИД в данном случае не выполняет функции, уже давно не выполняет внешнеполитического ведомства, занятого дипломатией. Он выполняет нечто в функции. Был такой отдел внешнеполитической информации в свое время в ЦК КПСС. Он занимается внешнеполитической агитацией и пропагандой. В данном случае МИД своим последующим, ну, откровенно говоря, неумным, это я очень мягко еще квалифицирую заявлением, просто попытался поддержать честь мундира. Ну, получилось еще хуже, чем было. Тем не менее, мы не видим, чтобы Путин часто извинялся. Было недавно перед сербами за Марию Захарову, опять, кстати говоря, МИД, да, а сейчас перед Израилем. Вот в такой момент, когда Россия ведет специальную военную операцию, да, как это называется, когда всему миру угрожает с ядерным оружием, почему в этот момент все-таки извинения? Ну, я уже сказал, что все-таки особый характер отношений с Израилем заслуживает того, чтобы извиниться. Это первое. Второе. Как бы Путин не был недоволен Лавровым, он знает, что Лаврова ему заменить некем. Ну, и не только Лаврова. Вот он сейчас, видите, отстранил фактически отдел Шойгу и Герасимова. Герасимов уже де-факто не выполняет обязанностный начальник агентштаба, хотя им остается. Но Путин же их не увольняет. Потому что нельзя этого делать. Нельзя выносить ссор из СБ, нельзя признавать, что специальная военная операция идет, мягко говоря, не так, не в том направлении. Ну, тогда спрошу вас еще про Лукашенко. Так что все естественно. Про Лукашенко, который позволил себе сказать, что операция идет не так, как планировалось, что есть какое-то промедление. Это что такое? Ну, Лукашенко, помните, еще перед этим ответил на очень любопытный вопрос, что он, мол, не собирается никому уступать, в отличие от тех, кто болен раком. Помните? Он незадолго до этого, по-моему, за день, что ли, за два. Что касается его характеристики операции, да, она идет не так, как ему рассказывал российский лидер первоначально. Все идет совсем не так. Блицкрига не получилось. Это видно уже всему миру. Второй этап проходит также вязко и не очень удачно, как и первый этап. Поэтому речь идет о том, чтобы прибегнуть к сильнодействующим средствам. Этих средств осталось два. Два инструмента. Массовая мобилизация. Решение о ней уже принято. В общем, Путин принял решение, насколько я знаю, о том, что надо проводить мобилизацию. Но поскольку сроки еще не назначены, то это сохраняет нам шанс обойтись без нее. Мне она лично не угрожает, но попытка мобилизовать полмиллиона человек вызывает вообще выбор. И второй инструмент, второе средство – это ядерное оружие, тактическое ядерное оружие. Но вот тут вы не можете чувствовать себя спокойно вне зависимости от возраста. Нет, я не чувствую себя спокойным, к сожалению, в возможности, не только мои, но и тех людей, которые находятся рядом с президентом, воспрепятствовать этому. Ну, мои вообще нулевые. Я могу только рассказывать об этом. А те, кто рядом с президентом, они не собираются ничего предпринимать. Они все это принимают, как и то, что произошло 24 февраля, как могущий свершится факт. Более никак. К великому для нас всех, к сожалению. Не только нас, но и, в общем, Европы тоже. На какой тревожной ноте мы заканчиваем разговор. Но вы знаете, я как раз пользуюсь возможностью, что все-таки не хочется прощаться на таких трагических событиях. Спрошу вас еще об одной теме, Валерий Дмитриевич. Если говорить о санкциях, которые принимают европейские страны, Британия, Соединенные Штаты против России. Насколько внутри вот этой самой, как вы сказали, внутри этого гнезда к ним относятся всерьез? Или, если они не чувствуют их там непосредственно на себе, на своем довольстве, если хотите, то как будто бы этой проблемы и нет? Они относятся к этим санкциям всерьез. Они видят, что произошло то, чего они более всего не хотели и опасались. Это и давление на их семьи, это аресты активов. Это будет продолжаться. Но назад хода уже нет. Они об этом прекрасно знают. Особенно те, кто относится к силовой части окружения Путина. Не те, кто к деловой. У них несколько иное настроение. Но сделать они все равно ничего не могут. А вообще для них в целом характерен стокгольмский синдром. Для российской элиты. Они не только Путин, но и они прикованы к этой галере. И они знают, что оборвать эту цепь они не в состоянии. И, может быть, пойдут на дно вместе. Да, вы наверняка читали, что американцы якобы боятся вводить санкции против Алины Кабаевой, потому что боятся реакции Путина. Не зря боятся. Не зря боятся, потому что Владимир Владимирович Трашин в яросте он непредсказуем. Оно здесь, конечно, не пойдет о ядерном оружии. Но возможности для ответа, гибридного ответа, асимметричного существуют. Но если я правильно понял, сейчас вопрос о санкциях по отношению к Алине Кабаевой будет рассматривать Евросоюз. Возможно, Соединенные Штаты эту высокую часть стать первопроходцем по данной санкционной тематике доверят своим европейским союзникам. Пожертвуют тем, кого им не жалко. Кажется, в нашем детстве это называлось «игра в горячую картошку». Совершенно верно. Именно так это сейчас и выглядит. Спасибо большое, Валерий Дмитриевич. Это был Валерий Соловей. До свидания. До свидания. С началом войны тема, как раньше говорили, войны с ковидом, отошла на второй план по понятным причинам. Но что происходит в России на этом фронте? Как много там жертв? Об этом мы поговорим с доктором медицинских наук, профессором Высшей школы экономики Василием Власовым. Здравствуйте, Василий Викторович. Здравствуйте. Спасибо за приглашение. Василий Викторович, есть ли хоть какие-то данные, на которые можно опираться, чтобы говорить о том, как много людей в России сейчас болеет и умирает от ковида? Конечно. Есть официальные данные, которые нам сообщает Министерство здравоохранения. Сайт коронавируса все еще функционирует. Но очень важно, что у нас есть еще и предыдущее знание. А именно знание о том, что этим данным нужно доверять большой осторожностью. Сейчас, если смотреть на эти официальные данные, заболеваемость низкая и продолжает снижаться. В разных регионах по-разному, но снижается очень сильно. Но при этом, если мы посмотрим на количество тестов, которые выполняются в России, то мы обнаружим, что их выполняется раз в 20 меньше на 100 тысяч населения, чем, допустим, в Великобритании. Естественно, поскольку болезнь течет легко, то можно делать мало тестов и будет малая признанная заболеваемость. Поэтому к заболеваемости нужно относиться с большой осторожностью. Но есть ли хоть какие-то представления? У вас сейчас ситуация лучше, чем была полгода назад, хуже, чем была полгода назад. Есть ли какой-то новый пик или нет? Я ожидал, что будет второй подъем заболеваемости омикроном уже в конце марта-начале апреля месяца. Это соответствовало бы той динамике, которая наблюдалась во многих странах, в том числе и в Западной Европе. Но у нас после зарегистрированного пика в феврале месяце, после этого заболеваемость неуклонно снижалась. Это заставляло меня напоминать, чем я виноват. Я со своим прогнозом ошибся. И тут появляется министр здравоохранения, который говорит, вот у нас в мае будет оказывается повышенная заболеваемость. Не знаю, на что опирался господин Мурашко, но те события, которые привлекло сегодня внимание к эпидемии, а именно одновременное повышение количества умерших, количества госпитализированных, это выглядит как-то странно. Обычно всегда повышается сначала заболеваемость и с некоторым опозданием госпитализации, еще большим опозданием развивается повышение смертности. Сейчас наблюдается что-то странное. Это или какие-то игры в статистике, или просто случайный фактор, шум. А на ваш взгляд, как в России сейчас ведется пропаганда антиковидных мероприятий, ношение масок и так далее? Честно говоря, я пропагандистские каналы и раньше не очень внимательно смотрел, а теперь уж и совсем отпал от этого. Но то, что у меня есть в поле зрения, говорит о том, что до заявления Мурашко о том, что будет подъем заболеваемости, основная линия была на то, что мы победили, в 46-й, по-моему, разом победили эту эпидемию. Ну, давайте тогда попробуем коротко сформулировать прогноз на ближайшее время. Если уж министр говорит о росте заболевания, значит, скорее всего, так и будет? Конечно, министр начальник, начальство ведения, наверное, при росте заболеваемости будет. Но я, если говорить об объективных факторах, которые мы знаем, исходя из наблюдений за статистикой в разных странах, и в том числе в России, то сейчас речь, конечно же, не идет о большом подъеме заболеваемости. И уж, конечно, нет никаких оснований говорить о том, что подъем заболеваемости будет сопровождаться большим количеством смертей. Тот вирус, который сейчас циркулирует, он является достаточно доброкачественным, совершенно сравнимым по своей убийственной силе с гриппом. Поэтому думаю, что у нас нет больших оснований для тревог. И единственное, что мы должны иметь в виду скрестившие пальцы, это то, что это эпидемия инфекции, которую два года назад человечество еще не знало. И эта эпидемия может принести любые фокусы. Василий Викторович, последний вопрос. А что с вакцинацией? Она тоже исчезла из повестки? Больше никто не спорит на эту тему? Я думаю, что вакцинация исчезла из повестки только потому, что все с облегчением согласились с тем, что нужно отменять все облегчения, естественно, сохранив ограничения на проведение пикетов. Но в остальном стремление публики и стремление руководства сгладить проблему вакцинации. К сожалению, формально у нас уже эта вакцинация введена в календарь. И в какой-то следующий момент при подходящих обстоятельствах люди, которые получают деньги за вакцину, они нажмут на определенную какую-то педаль и опять возобновятся призывы, примуждения, всякого рода для того, чтобы вакцину закупить, освоить и продолжать этот процесс. Почеркиваю, что сегодня наша страна в этом положении не одна такая. В Соединенных Штатах, например, точно так же требуется вакцинация для свободы передвижения. Но это является уже отголоском. И я ожидаю, я ожидаю, что большинстве цивилизованных стран в ближайшее время не пойдут по пути Китая, а пойдут по пути признания этой инфекции и не нуждающейся в вакцинопрофилактике как в обязательном процессе. Спасибо большое, Василий Викторович. Это был обзор от БИЛЬД. Не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки и отправлять это видео друзьям. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Он тоже называется БИЛЬД на русском. До свидания. БИЛЬД на русском.